Запретить протестировать и создать банк наркоманов. Так решили бороться с наркоманией члена антинаркотической комиссии. В 2012 году в нашей области, по официальным данным, было зарегистрировано больше 2000 человек больных наркоманией, хотя эта цифра на 15% меньше, чем в 2011 году. Но ситуацию все же усугубляет скорость появления новых наркотиков. Несмотря на то, что за последние два года установлен контроль в отношении большого количества новых психоактивных веществ, существующая процедура внесения их в список контрольных занимает не менее полугода. А новое наркотическое вещество, по оценкам экспертов, появляется в среднем раз в неделю. В этой связи, я думаю, будет правильным поддержать законодательную инициативу ФСКН России о наделении этого органа полномочиями на временный запрет оборота новых веществ, оказывающих на организм человека наркотическое или психотропное воздействие. Члены антинаркотической комиссии обсудили и закон о введении тестирования в учебных учреждениях. Он вступит в силу в декабре этого года. В нашей области уже наработана практика проведения подобных тестирований, анкетирований. Поэтому второй вопрос рассмотрим именно о практике у нас в области, какие результаты, как мы подойдем к выполнению закона в декабре и что нужно еще сделать. Еще предстоит проработать более детально сам механизм тестирования, чтобы ни один учащийся не смог избежать проверки. Над этим будут трудиться Министерство образования и здравоохранения совместно с УФСКН. Разговаривали специалисты и о создании единого реестр, в который войдут лица, привлекавшиеся за употребление наркотических или психотропных веществ. Этот банк данных планируется создать для внутреннего пользования всех правоохранителей. Идею поддержали. Уже скоро начнется разработка проекта.